Вручается Медведевой Ирине Вячеславовне. В свои 16 лет открыла питомник для кошек. Ирина Медведева – выпускница, мечтает стать ветеринаром. А пока за волонтерство получает награду. Помогала жителям отдать голоса за объекты благоустройства. Свою главную миссию понимает сполна. И вообще мы, волонтеры, приносим счастье в мир. Вот помогаем. О работе и повседневной жизни, распорядке дня, увлечениях и досуге. Узнать любимый вид спорта, детскую профессию мечты и девиз по жизни. За чашкой чая глава округа отвечал на любые вопросы. Раскрывал секреты профессии и давал ценные советы. Загрязнили водоем, реку, мусор куда-то вывалили в лес. И нам надо срочно его убрать. Либо там строители подводят, либо сроки сбивают. Это одна сторона вопроса каждый день. И вот эта программа развития, которая тоже постоянно увеличивается. Всё больше, больше и больше. Неравнодушные и энергичные, дружные и сплочённые. Коллектив юных помощников сложился во время пандемии и продолжает расти сейчас. Ребята признаются, уже давно мечтают о собственном центре для встреч и общения. Желания начинают сбываться. Должна быть какая-то миссия, философия. Что делать в этом молодежном центре? Спасибо. Да, поэтому здесь прошу вас как бы поднапрячься, выйти с инициативой, накидать некие нам вот эти траектории развития, вот эти тезисы, что там должно быть. Мы даже поручим проектировщикам нарисовать, чтобы потом было что обсуждать. Только за прошлый год добровольцев стало на 30% больше. Теперь появились мотивационные поощрения, а работа стала системной. Это и спортивные направления, экология, культура, в том числе и здоровый образ жизни. В разных направлениях мы работаем по, например, экологическому направлению. Проводим разные проститические акции среди населения или экологические субботники. В этом году у нас очень большой блок субботников с участием наших волонтёров прошёл. Более трёх с половиной тысяч одинцовских волонтёров связали свою жизнь с помощью людям. И на достигнутом не останавливаются. В день молодёжи напоминают ровесникам. Начать делать добрые дела никогда не поздно.